За три года выхода в эфир команда проекта «Новая Я» не только меняла цвета волос, подбирала идеальный макияж, стиль и даже заставляла худеть своих героинь. Передача меняла жизни всех обратившихся за помощью, а вместе с ними росла сама. Но настало время и для наших серьезных перемен. «Новая Я» переходит на новый уровень. Сегодня стартует преображение длиною в два месяца. Впервые на молдавском телевидении мы покажем кардинальные перемены внешности, а главное – их закулисье. Речь пойдет о пластической хирургии. Первой героиней, решившейся на наш хирургический эксперимент, стала Яна Домбровская. Героиня в прямом смысле этого слова. Яна согласилась на целых две операции – рина и мамопластику. А ответственными за это преображение были назначены лучшие специалисты высококвалифицированной клиники МедПарк. Международная больница МедПарк является первой и крупнейшей многопрофильной частной больницей в стране и первой клиникой в Молдове, аккредитированной на международном уровне. Косметическая хирургия отличается от любого другого хирургического вмешательства своей художественной стороной. Поэтому МедПарк предлагает врачей с большим международным опытом, скурпулезных перфекционистов с тонким чувством вкуса. Уникальное оборудование операционных залов, включая подачу стерильного воздуха, новейшая аппаратура для анестезии и минимально инвазивные технологии лечения – все это позволяет обрести желаемый облик в кратчайшие сроки. Что ж, испытаем на себе. Яна, 34 года, директор мультибрендового магазина. При первом взгляде на Яну кажется, что у этой успешной молодой женщины нет и не может быть проблем с собственным восприятием. Любимая работа, крепкая семья и поддерживающий во всем муж. Но это на первый взгляд. Каждая женщина, сколько бы комплиментов она не получала, при пристальном разглядывании себя в зеркале может найти из Ян, который бы мечтала в себе исправить. Час Икс настал. Мы находимся в клинике Медпарк. Сегодня Яна познакомится с хирургом, который будет ее оперировать. А вот и Яна. Яна, привет. Привет. Как настроение? Отлично. Всего несколько шагов отвезляю тебя от решительного шага. Ты точно готова на все, что тебе предложат в клинике Медпарк? Да. Как бы то ни было, мы профессионально подойдем к вопросу твоих операций. Поэтому для начала сдадим все анализы, подготовимся, сходим на консультацию к необходимым специалистам. Ну, а затем сделаем непосредственно операцию. У тебя проблемы со здоровьем есть? Нет. Ну, тогда в добрый час. Спасибо. Идем. Андрей Петах. Пластический хирург. Консультант. Кандидат медицинских наук. Стаж работы – 15 лет. Является автором и соавтором более 65 научных публикаций. Считает, что главное преимущество Медпарк в том, что здесь можно провести любую пластическую операцию на таком же уровне, как в Голливуде или в других известных клиниках пластической хирургии. Международная команда опытных специалистов Медпарк работает сплоченно и самоотверженно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы записаны на консультацию к врачу-хирургу. Врач вас ждет. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. Что вас там привело? Я хочу исправить форму носа и увеличить грудь. Чтобы исправить форму носа, нам нужно очень четко определиться, что мы должны изменить. Потому что, идя в операционную, у нас должен быть очень четкий разработанный план. И мы в операционную не идем творить. Мы идем отрабатывать или вырабатывать вот этот четкий план. У нас должна быть четкая тактика и стратегия. Нос мы делаем один раз в жизни. Мы не можем его менять каждый год как прическу или как платье. Бывают такие ситуации, когда приходят к нам девушки и говорят, я когда-то перенесла пластику носа, переделайте мне, мне он не нравится. Мы спрашиваем девочку, что вы просили у хирурга сделать? Она говорит, я просила сделать красивый нос. И что говорит хирург? Хирург говорит, я сделал красивый нос. И эти люди, хирурги, клиенты не могут найти взаимопонимание, потому что у них не было четкой концепции, что изменить во время операции. Поэтому для того, чтобы сделать ринопластик или пластику носа, мы должны визуализировать тот образ, который вы хотите получить в результате нашей встречи. Мы фотографируем ваше лицо в нескольких ракурсах, то есть с боку, с другого боку, прямо. После этого программно на компьютере зарисовываем и изменяем некоторые параметры. Я сейчас расскажу и объясню, какие параметры мы можем изменять. И после этого мы подбираем вам несколько вариантов формы носа. Вы смотрите, какая из форм носа вам нравится, какая вы считаете вам подходит. Мы же, в свою очередь, среди этих форм носа выбираем ту, которая вам пропорциональна на лице. После этого мы прописываем на чистом листе бумаги, что мы делаем во время операции. То есть в операционной у нас висят два монитора. На мониторе одном висит ваш нос, который есть сегодня. На втором мониторе у нас висит нос прогноз, то есть то, что мы хотим получить. И под ним висит список тех манипуляций, которые мы должны произвести для того, чтобы эту форму получить. Вот так происходит планирование ринопластики. И таким образом мы можем вам обещать, что мы реализуем на 95% прогноз в профиль и на 85% в прогнозном фазе. Ринопластика или эстетическая коррекция формы и размера носа – одна из самых востребованных операций у женщин всего мира. Исправляют диспропорцию в следующих случаях, если нос слишком большой или маленький, при его искривлении или травматической деформации, когда имеется горбинка, широкая спинка или опущенный кончик. Пока вы разглядываете в зеркале ваш нос и думаете, нужна ли и вам его коррекция, мы расскажем несколько интересных фактов об этой операции. Ну, во-первых, это не больно. Операция проходит под общим наркозом, так что никакой боли пациент не чувствует. Дискомфорт ощущается только в первые сутки после операции. Дышать приходится ртом из-за ваток в ноздрях. В течение полугода нос меняет форму. Спустя 10 дней после операции, видимо, отечность спадает и нос уже выглядит по-новому. Но ткани внутри заживают гораздо медленнее, поэтому нос еще будет усаживаться в течение полугода. Но заданная форма останется. Вообще нос – это самая чувствительная часть нашего лица. Он может увеличиться в размерах во время беременности, в дождливую погоду или, например, если вы простужены. Это явление закономерное. Спустя какое-то время нос возвращается на место. Еще один факт – после операции останутся темные круги под глазами. Да, это правда. Первые пять дней после операции рассчитывать на романтичные свидания уж точно не приходится. Психологически подготовьтесь к тому, что отеков не избежать. Бояться этого не стоит. Через 10-11 дней вся припухлость спадет и синяков не останется. Субтитры подогнал «Симон»!